Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. Теперь, друзья, вы будете лечиться лапшой, снимаемой с ваших ушей. Государственная Дума приняла новый законопроект в первом чтении, согласно которому теперь пациентам медицинских учреждений врачи могут вправе отказывать в оказании медицинской помощи. Данный законопроект противоречит Конституции и, кроме того, противоречит статье 114 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании медицинской помощи. Но, тем не менее, это не остановило наших доблестных депутатов от принятия этого закона. Кроме того, друзья, вы сами подумайте, кто это все-таки слуги народа или враги народа. Сделайте вывод сами, пожалуйста. Кроме того, наш гарант соблюдения Конституции, как всегда молчит, спрятал голову в песок, как страус. Вот и подумайте, кто он все-таки раб на галерах или человек, который наслаждается жизнью за наш с вами счет. Конечно, в этой новости мало чего хорошего. Какие можно выделить основные принципы нового закона? Во-первых, медицинское учреждение, как я уже говорил ранее, вправе отказывать в оказании медпомощи. Кроме того, часть денег будет направлена из региональных медицинских центров в федеральные. То есть, теперь жители, допустим, Москвы и Питера, они будут получать больше объем медицинской помощи, допустим, чем жители регионов. И третий вывод, какой следует из этого закона, сейчас, на данный момент, любой человек вправе получить медицинскую помощь, где хочет. То есть, независимо от места, где он проживает. Но принятый закон нашими доблестными депутатами отказывает в этом праве пациента. И сейчас, после того, как этот законопроект будет окончательно принят, но я уверен, что он будет окончательно принят, без изменений, пациент будет вправе лечиться только по месту жительства, там, где он закреплен территориально. Вот такие пироги, друзья. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Все-таки, вы знаете, я все-таки рад, что принимаются такие законы. Депутаты, президент, правительство России, они показывают вот этим свое истинное лицо. Хотя, конечно, это лицом назвать нельзя. Мы все с вами начинаем понимать, все абсолютно, и бабушки вот эти, которые голосовали за Вову Путина, кто правит России и к чему все это ведет. Я считаю лично, что данное правительство, Госдума, все руководство страны ведет страну гибели. К неминуемому краху и гибели. Если в ближайшие несколько месяцев ничего не будет предпринято, то вот данные законопроекты приведут к тому, что люди просто будут умирать без оказания медицинской помощи. Сейчас в интернете гуляют очень много роликов, когда бабушки, да и обычные люди среднего возраста жалуются на то, что к ним не едет скорая помощь. И это положение будет ухудшаться, так как депутаты Госдумы своим вот этим законом фактически сняли ответственность с себя и с врачей о неоказании медицинской помощи. Вот так. Сегодня на канале «Все о шашках» состоится стрим с моим участием. Если кому интересно, можете посмотреть. Буду играть с сильнейшими мастерами, гроссмейстерами стран СНГ. Все-таки как-то надо развлекаться, потому что от подобных новостей можно просто сойти с ума. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос. Правда.